Друзья, всем привет! С вами снова Ольга, и сегодня мы отправимся в очередной интересный корейский ресторанчик. Знаю, вы просили меня снять видео о том, как мы отмечаем корейский Новый год Соллаль, но мы его никак не отмечаем. Для нас это просто длинные выходные. Мы отдыхаем, развлекаемся, встречаемся с друзьями и все такое. Мне в этом плане, можно сказать, очень повезло. У моего мужа довольно современная семья, свободная от всяких традиций. Кстати, в последнее время все больше корейцев не видят необходимости праздновать Новый год именно традиционным образом. Многие, очень многие едут путешествовать за границу, также многие отдыхают в Корее. Если еще лет 5 назад в празднике у нас была возможность гулять по полупустым улицам, паркам, так как все корейцы уезжали из города, то сейчас везде просто толпы народу в праздничные дни. Хорошо это или плохо, но в нынешнее время, в век глобализации, людям важнее собственная свобода, нежели традиции. Границы между менталитетами стираются со скоростью света, и это неотвратимый процесс. Так что нужно успеть насладиться. И как раз таки кухня это то, что неизменно пока. В Корее идти в европейский ресторан это просто преступление, поэтому мы, как обычно, идем в ресторан традиционной корейской кухни. Поехали! Друзья, вот так выглядит этот ресторан, очень прикольно. В горах находится. И да, идет дождь, сейчас у меня вся камера намочится. Такой дождь, знаете, моросит, спортивный. Софья с подружкой, да, это ее подружка. Какая-то новая, первый раз вижу. Вот такое я люблю. Это в моем стиле. Экзотика. О, да, как на дачке. Как у бабушки в деревне. Тут еще даже кого-то держат. А, ну сейчас холодно, убрали, наверное, а так здесь, наверное, кролики живут какие-нибудь. О, это что за... Мерседес. О, тут еще крисмас отмечает до сих пор. Рельсы. Здесь, наверное, раньше была железная дорога. Поэтому и стоит этот... О, что здесь? На макушку прям капнуло. А, я думаю, что муж там, оу, кричал. Понятно теперь, что он кричал. Оу. Уж точно не по поводу водопада. По поводу чьей-то жопы отключенной. Вот, смотрите, какая тут красота. О, такие окошки. Какое-то корыто. Как для хрюшек. Видите, как интересно. Все сделано. Как музей, как всегда. Мы любим в такие места ходить. О, это мед. О, это настоящий натуральный мед, друзья. Офигенно. Всякого вроде уже навидался в Корее, но каждый раз поражаешься. Уже почти 20 лет. И каждый раз поражаешься. Нет, друзья, фантазии корейской. Что вы дрыгаетесь? Как гурочки. Так уристайль, да, Йогин? Ча жива, да? Ча жива. О, там какой-то мостик, еще какая-то избушка идет на курьих ножках. Наверху. Наверное, там хущик делают корейцы. И хущик, это когда после того, как покушают, идут пить какой-то чай, кофе. Ким Сонг-гун. Я пойду для вас, она, поснимаю. Что тут еще есть интересного? Смотрите, какой потолок. Шикарно. Шикардосно. Смотрите, какое здесь идет у них. Типа парстойка, да, такая. Как это назвать? Вот это диван. Теперь я хочу такой диван к своему, к своему столу, который у меня уже есть. Класс. Смотрите, какие стыли. Интересно, удобно на них сидеть. Четко не придумают. Это похлеще любого там какого-то задрепезного кафе Гарри Поттера. Так уютно с видом природы. Класс. Камин. Камин с титьками. Камин с титьками. И даже я боюсь сказать, куда тут закидывать дрова, в какое место у этой женщины. Вот корейцы по шлике. Так как обычно нам принесли чук. Это чук из кунжутного семя. Это обязательно такой вот в корейской традиционной кухне. О, смотрите, нам принесли чаек. Поставили на такую. Кунжутного семя. Кунжутного семя. А, да. Чтобы он был тепленький. Я хотела чула неча, жена. Да, все, что вы уже знаете. Это, что? Это, что? Это, что? Это, что? Я думаю. Мой муж за 50 лет в своей жизни тоже первый раз в жизни увидел такой суп из тофу. Это тофу, походу, в каком-то в кляре. И суп из нее, смотри. Надо пробовать. Это чапче. Я уже снимала чапче. Это вообще классика жанра. Тотуримок. Редька. Это танцуюк из грибов. Я такое не люблю. Это такой сладковатый соус. Принесли бульгоги. Это говядина. Такая в сладковатом немножко соусе с овощами, с грибами. Это любимое блюдо всех иностранцев. Пибимпап и бульгоги. Друзья, смотрите нам. Это новенькое. Такое первый раз вижу. В таком чугунном. Не успела заснять, блин, он крышку быстро убрал. Чугунный такой горшок. И там рис. Это мы сейчас будем тестить. Первый раз в жизни. И просто принесли вот такой вот щекса. Называется в Корее щекса. Это когда уже все такие первые блюда закончились. И просто рис. Не знаю, как это объяснить. Сложно. Корейская трапеза состоит из этого. Как-нибудь я поподробнее про это расскажу. Друзья, и как обычно, когда остается вот такая корочка, поджаренная из риса, сюда наливается специальная вода горячая. О, шкварчит. Чугунок-то горячий. Это не просто вода, она с какими-то там добавками. Ячменная вода это бывает. Он унес крышку почему-то. Надо было, по идее, крышкой закрыть и чтобы она тут настоялась. Когда она настоится, в самом конце трапезы корейцы вот эту водичку хлебают. И считается, что она очень полезна для пищеварения. Корейцы помешаны на том, что полезна для пищеварения. Это ж... Все заточено на то, чтобы прожить долго и счастливо. Где еще, в какой стране дети будут себя так комфортно чувствовать? Греб, что ли? Моя! Ты видел? Покажи, прийти. Покажи, прийти. Покажи, прийти. Покажи, прийти. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И здесь вот такой вот у подножья горы ресторанчик И куры, тут у них куры, кролики Суповые наборы бегают живые Друзья, ссылку на ресторан оставлю в описании Всех вас обнимаю, всех люблю До новых встреч!